Точные натренированные броски и пакеты лидии летят на мусорную гору. Это иначе не увозят. В Новоалтайске ускоренными темпами растут кучи мусора. С наступлением весны, собранное с подворья, жители частного сектора складируют возле площадки для сбора ТКО и в сам бак. Кирпичи, доски, листья и ветки и другие явно нетвердокоммунальные отходы. Тепловоз на улице, поликарбонат. Бурвар, рост 33, доски, ветки. А сколько эти ветки уже лежат? Ну, лежат уже недели две лежат. Когда-нибудь подойдет какой-нибудь пьяный, еще какой-нибудь и кинет, и мы сгорим. Я первая сгорит. Участок Людмилы в паре метров от захламленной площадки. Она делает замечания людям, которые стаскивают контейнером ветки и части дивана, но пока никого не переубедила. Рекуператор, так называемый природный мусор, не забирает. В тариф это не включено. Но и ТКО из-за беспорядочного складирования в баке всего того, что попадается под руку, убирает буквально с боем. Дмитрий точно оценил ситуацию. Содержимое первых контейнеров прошло без помех. К третьему механизм обескуражен и не может протолкнуть мусор сам. На помощь идет человек. В баках Дмитрий видел и кирпичи, и кресла, и шпалы. После уборки такого мусора хорошо, если машина не сходит с линии. Вместо того, чтобы потратить 5 минут на выгрузку баков, водитель только 5 минут пробивал застрявшие ветки в мусоровозе. И то из-за консистенции, так скажем, содержимого, а часть еще и выпала. Состояние площадок в частном секторе из-за складирования нет и КО. Каждую весну создает головную боль как для муниципалитетов, так и рекуператоров. Вторые не могут обеспечить своевременный вывоз, так как добраться сквозь ветки и стройку до баков порой невозможно. Первые вынуждены тратить бюджетные средства на уборку площадок, так как по закону именно муниципалитет следит за порядком на них. Если в Барнауле сбор отходов, не относящихся к ТКО, с частного сектора уже более-менее отлажен, в Новоалтайске процесс выстраивается. Власти подчеркивают, эти площадки созданы для сбора ТКО и не рассчитаны на мешки цемента или порубленные кусты. Все это жители должны вывозить самостоятельно на полигон. Так, местный полигон принимает с физлиц 110 рублей за куб веток и листьев и около 200 за куб строительного мусора. Уже полмесяца рассчитаться можно прямо на месте, заверяет директор полигона Владимир Брайко. Мэр Новоалтайска Владимир Бадунов терпеливо ждет, пока люди привыкнут к правилам. А чтобы город не утонул в отходах, договорился с подрядчиком о вывозе такого мусора. Уборка будет точечной. А что останется, придется зачищать за счет города. Мы сами тогда найдем автомобиль, привлечем технику людей, вывезем. Это будет называться уборка несанкционированных свалок. Но жители все должны понять, что мы сегодня делаем работу, которая нам не свойственна. Мы должны убирать муниципальную территорию, муниципальную землю. А вот тратить бюджет на вывоз частных подворий мы не должны. При этом власти сейчас разрабатывают новый подход к реквидации подобных мусорных куч. Не исключается и применение штрафов. Законодательный запрет на складирование веток, листвы и стройки в контейнерной площадке обозначен в КААП РФ. Нарушители будут ловить на месте, фиксировать факт складирования нет и КОО на камеры и передавать в надзорные контролирующие органы. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова